Всем привет, мои хорошие! С вами Даша, выпавлю ко мне на канал, и сегодня я начинаю эдакий цикл видео про свои новые сумки. Звучит очень масштабно, но я сейчас занимаюсь именно сменой базы, своих самых базовых сумок, и поэтому это, скорее всего, нельзя считать именно добавлением в коллекцию, а смену одной сумки на другую. Но об этом обо всем попозже, также в видео я расскажу про историю той сумки, которую я приобрела. Расскажу именно как историю сумки от бренда, и также свою предысторию этой покупки, потому что началось все много лет назад. И в самом конце видео я покажу вам еще также бюджетные опции на эту модель, если вдруг вам интересно. Поэтому, как всегда, не переключайтесь и оставайтесь со мной, и продолжайте смотреть это видео. Итак, уже из начала видео вы знаете, что сумка, которую я приобрела, она от бренда CELINE. Вот она, та самая заветная коробочка для многих модниц, она у меня в руках, но прежде чем я ее распакую, я сначала вам расскажу предысторию про нее. Так, мне кажется, будет интереснее. Вообще, каждая практически сумка, именно большая, дорогая покупка у меня, она имеет предысторию, имеет некоторый подтекст покупки, и от этого она еще более ценная, что ли, лично для меня. И надеюсь, что эти истории вам тоже интересно слушать. Началось все в далеком, наверное, это был... 2002 год, я думаю. Я думаю, это было лет 6 назад. На тот момент я только не так давно завела блог. Моему блогу было, наверное, года полтора-два, если вы не знаете, то блогерством я занимаюсь очень давно, и раньше у меня был печатный блог TheCablog.com, он до сих пор живой. Если вам вдруг интересно, вы можете зайти туда и посмотреть мои какие-то старые образы. Но суть не в этом. Суть в том, что на тот момент я еще не могла себе позволить, скажем так, покупать все то, что я могу себе позволить сейчас. Естественно, с годами я стала зарабатывать больше, я стала профессиональнее. У меня именно моих бизнесов, скажем так, которые я веду параллельно, стало больше. Но тогда, в далеком 2002-м, девочка Даша с распахнутыми глазами, она могла только, наверное, обо всем об этом мечтать. И у меня на тот момент было две дорогие сумки. У меня была Eves Saint Laurent Muse 2. Обязательно буду по экрану пускать фотографии, что это были за сумки. Возможно, фотографии своих каких-то старых луков. Я думаю, это будет еще больше красок придавать этому видео. И вторая сумка, которая у меня была достаточно такая дорогая, известная, это Proenza Schooler PS, по-моему, 1 или 11. Я всегда в них путаюсь, вот, 1 и 11. У меня они есть обе, но это именно та самая черная сумка почтальона. Она, кстати, имеет до сих пор, и я ее до сих пор не планирую продавать. И именно тогда девочка Даша решила, что ей нужна самая элегантная, самая красивая, самая невероятная сумка на все века и времена. И это была сумка Celine Classic Box. Если вы еще не знакомы с этой моделью, я обязательно по экрану пущу фотографии именно той сумки, которую я тогда, в далеком 2002-м себе приобрела. Я несколько раз ходила в магазин, крутила ее в руках. Для меня это была неподъемная просто сумма, в плане я на нее копила. Копила не один месяц, копила я на нее, наверное, полгода или год. Достаточно много, в принципе, для единоразовой покупки, но мне ее очень сильно хотелось. Я думаю, все девочки меня в этом моменте поймут. Я остановила свой выбор тогда на таком темно-красном, слегка вишневом цвете, и в один прекрасный день заветная сумочка стала моей. Это было огромное счастье. Это была на тот момент какая-то моя определенная ступенька, определенная победа и определенная гордость, что ли, что именно это я смогла добиться сама, что я смогла себе позволить ту сумку, о которой маленькая Даша, допустим, в 18 лет могла только мечтать, что она сможет сама себе позволять все, что ей, в принципе, хочется. Довольно счастливая я поехала с ней домой. И вы знаете, за где-то, наверное, месяц носки этой сумки я поняла одну очень грустную такую вещь, что она царапается от того, что ты на нее смотришь, от того, что ты на нее дышишь. Просто открываешь замочек, и она царапается от прикосновений пальцев практически, потому что она была сделана из нежнейшей кожи, из ламп скина, это кожа ягненка, если я не ошибаюсь. И знаете, меня так на тот момент расстраивало, что вот это сокровище, которое я смогла себе позволить, оно так портится просто ни от чего. Я с ней была очень бережно, но она очень сильно царапалась от всего на свете. И один раз я даже попала с ней, кстати, под мелкий крапающий слепой дождик, и каждая капелька оставила на ней след. С этим я потом справилась, если вдруг у вас силен бокс, и вы не знаете, как с этим справиться, я вам сейчас расскажу. Стоит взять всего лишь влажную, слегка влажную мягкую тряпочку, протереть всю сумку, и тогда эти капельки пропадут. Но на тот момент я об этом не знала, мне об этом рассказали гораздо позже, и это был тот самый момент, когда я ее положила в коробку и не брала в руки, наверное, года-два. Может быть, за эти два года я взяла ее один раз. И потом я пришла морально к тому, что мне ее нужно продать, потому что я ее безумно сильно любила, но я не могла ее носить чисто морально, потому что я знала, что каждый раз, когда я ее беру в руки, на ней появляются новые царапины. И не из-за того, что я такая неаккуратна, а из-за того, что это настолько нежнейшая кожа. В бутике CELINE все говорили, что это придает ей определенный шик, шарм и винтажный налет, но мне хотелось, чтобы она всегда у меня была красавицей. Так, спустя пару лет я ее продала на eBay, тогда, я помню, когда я ее купила, она стоила 2400 евро, и я ее продала спустя два года за 2400 евро. Спросите вы меня, почему? Потому что за два года эта сумка поднялась в цене на 400 евро, и она уже стоила на тот момент 2800 в бутике. Соответственно, сумку в идеальном практически состоянии я могла продать спокойно за 2400, и я ее продала, мне кажется, за неделю. И с этого начался мой синдром незаконченного действия с сумкой CELINE CLASSIC BOX, потому что я ее любила безмерно. Это самая элегантная, самая потрясающая модель сумки, которая существует на маркете, и это факт. И я себе пообещала, что когда CELINE выпустит эту сумку в новом типе кожи, который не будет царапаться просто от того, что ты на нее косо посмотрел, то я обязательно ее себе куплю заново. И этот момент настал. И еще коротенькая предыстория самого бренда. Она была выпущена, запущена на рынок в 2011 году, и она в тот же год стала такой итбэк-иконой. Именно, мне кажется, с этой сумкой, в принципе, ассоциируется бренд CELINE. Это их самая неизменная модель. Она выпущена в огромном количестве всяких экзотических материалов. Она есть в размере мини, в размере медиум и в размере макси. Именно самая популярная модель это размер медиум, и она самая удобная, самая универсальная. Сейчас она стоит 3100 евро, то есть вы представляете, насколько поднялась цена с того момента, и насколько это, если это можно так выразиться, выгодное вложение. То есть за несколько лет эта сумка очень сильно набирает в цене. И, честно говоря, я уверена, что это станет такой же иконой, как у Chanel Classic Flap, или как у Hermes Kelly или Birkin. Я почему-то уверена на 200%, что у бренда CELINE это станет визиткой на долгие-долгие десятилетия. У сумки жесткая структура, и она может носиться как через плечо, так и на плечо, так и как клатч. Но, честно говоря, интереснее всего ее носить на плечо или как crossbody bag через плечо. Ее вот эта золотая застежка, вы знаете, она очень напоминает 70-е года, именно вот этот вайп 70-х годов. Она выглядит как мужская сумка для женщин. Я думаю, нужно заканчивать сейчас предисловием, потому что пора вам уже ее показать. Да, я вам не сказала, что я приобрела ее на сайте Vestiaire Collective. Это сайт, где можно купить pre-loved, поддержанные или предлюбленные, если перевести дословно, вещи. И моя сумочка, она новая, в идеальном состоянии, но кому-то, возможно, этот подарок пришелся не по душе, и человек ее перепродает на этом сайте. Это очень часто встречается на Vestiaire Collective, и вы при желании можете сэкономить много денег, если вы вдруг мечтаете о какой-то сумке, и вам на нее немного не хватает, скажем так. Я не скажу, что мне на нее не хватало, но, честно говоря, сэкономить 1000 евро на нее мне было чертовски приятно. А учитывая, что Vestiaire Collective это очень надежный сайт, это не реклама Vestiaire Collective, я, к сожалению, с ними не сотрудничаю, хотя была бы рада, но нет. Я просто ими пользуюсь, безумно люблю этот сервис. В чем заключается его суть? В том, что я плачу не напрямую клиенту, как, например, на ebay, а я плачу Vestiaire. И продавец высылает сумку не напрямую мне, а высылает специалистам с Vestiaire Collective. Там сидит целая команда, которая проверяет сумку на аутентификацию, то есть проверяет, оригинал ли это, и проверяет, совпадают ли фотографии по состоянию, по качеству с вещью. И только после этого, когда quality control, то есть контроль качества пройден их специалистами, именно Vestiaire из Парижа высылает вещь вам домой. Это вот так вот круто. Я, честно говоря, не уверена, работает ли он уже в России, мне кажется, все еще нет, но на всякий случай я обязательно внизу оставлю ссылку как на Vestiaire Collective, так и на мою сумочку, именно конкретно ссылку, где я купила эту сумку. Также и на нее в этом же цвете я еще видела парочку сейчас продажи в таком же цвете, и в других цветах тоже оставлю. Но вы еще не знаете, в каком цвете я ее купила. О, да, давайте открывать. Так как это продажа не из бутика напрямую, то каких-то аксессуаров может не доставать. Например, у меня лично не было чека, но я уверена на 200% в этой покупке, потому что Vestiaire Collective проверяет все с точностью, и вы, в принципе, можете с кодом этой сумки обратиться в бутик и тоже сами проверить ее оригинальность. Что мы имеем внутри коробки? Здесь у меня идет маленький пакетик CELINE, в котором лежал ремешок. Я его уже, честно говоря, надела на сумку, я не смогла удержаться, но бирку я до сих пор не сняла. То есть это практически реальный анбоксинг, но я правда не смогла удержаться, одним глазочком на нее не взглянуть. Далее у нас с вами идет основной пакетик, он большой, примерно такой же, на черных завязках, и там внутри лежит сумка. На каждом пыльнике обязательно должен быть логотип бренда CELINE. Если вдруг вы тоже будете покупать где-то с рук, имейте в виду, как должен выглядеть оригинальный комплект. Вы готовы? Потому что я прям волнуюсь, потому что я так давно ждала момента, когда она у меня снова появится. Вы просто себе не можете представить, мне кажется. Вот она, моя красавица, появляется перед вами. Я ее заодно достала. Вот она, моя красавица, появляется перед вами. Потрясающе! Пыльно-розового, нежного цвета. Даже не пыльно-розового, она именно пудренная. И да, CELINE наконец-то стали выпускать в новой коже сумки. Они выпускаются в calfskin и в goatskin. И calf и goat, они гораздо меньше подвержены царапанью именно. И также еще выпускается эта сумка сейчас в крупно такой зернистой, в очень плотной коже. Она вообще неубиваемая. И самая неубиваемая, честно говоря, я была в шоке, когда узнала, что CELINE наконец-то это сделали. Но именно моей модели в этой коже нет. Это софьяновая кожа, которую можно вот так вот царапать ногтями, и с ней ничего не будет, потому что у нее определенный способ выделки, который реально очень-очень износустойчивый. Но я считаю, что мне все равно достаточно повезло, потому что эта кожа устойчивая, конечно, не как софьяновая, но она и не такая хрупкая и нежная, как та кожа, которая была у моей предыдущей CELINE CLASSIC BOX. Но да ладно, давайте я вам буду рассказывать конкретно про нее. Вот та самая золотая застежка в стиле 70-х, про которую я говорила до этого. Сумка открывается нажатием на нижний вот этот клапан. Здесь, кстати, у меня до сих пор висит, как вы видите, именно теги все от Vestier Collective. И на их родном теге вы можете видеть, кто именно отобрал эту сумку для публикации на сайте, кто инспектировал эту сумку, то есть всю-всю информацию. Ну и, конечно, с момента, как вы снимете бирку, вы уже не можете вернуть сумку назад. На самом деле на Vestier именно вернуть назад вещь нельзя. Вы можете ее, по-моему, в течение недели или двух недель после покупки, если вы недовольны покупкой или если вы передумали, вы можете отправить ее назад. И вы можете ее продать, не заплатив комиссию Vestier за ту же сумму, за которую вы ее купили. Если бы она мне вдруг не понравилась, что маловероятно, скажем честно, то я бы ее продала, мне кажется, меньше, чем за неделю, если не меньше, чем за день. То есть такие именно классические сумки, культовые сумки по хорошей цене расходятся вот так по щелчку пальцев. Честно говоря, зачастую бывало, что мне приходит мейл о том, что появилась какая-то сумка, которую я хотела, на которую я оставила себе уведомление. Пока я открываю мейл, кто-то ее уже оплатил, представляете? И так было очень-очень часто. Итак, открывается она нажатием вот на этот клапан, как я вам уже сказала, хочу показать все вблизи. И при нажатии на него вы только тогда можете увидеть надпись CELINE, которая внутри находится. И мы открываем крышку. И далее она присутствует внутри на коже золотыми буквами маленькими. Опять же, этот момент, который я очень сильно люблю в бренде CELINE, что нигде бренд не бросается в глаза, а он написан очень мелко и чаще всего в закрытом месте. Внутри она нежно-желтого цвета. И я уже снова встану подальше, чтобы продолжить рассказ, потому что мне было очень неудобно это делать перед камерой. Надеюсь, вам все равно все будет хорошо, достаточно видно. Так вот, мы ее с вами открываем, и она сделана по принципу гармошки. Вы видите, у меня тут еще есть, по-моему, все ее оригинальные теги, которые на ней были при покупке в магазине у человека. У нее есть три отделения, два основных. Вот это самое большое, это слегка поменьше. Видите, что это открывается по треугольнику, а это целостное такое прямоугольное отделение. И также есть третье небольшое отделение под замочком, здесь, допустим, для документов, для чего-то такого ценного, допустим, что вы не хотите потерять и не хотите долго искать в сумке. Также в ней есть два небольших кармашка вот здесь, и туда, допустим, можно положить телефон, если он поместится. Мне кажется, айфон не поместится, хотя давайте проверим. Это айфон 10, кстати, по случайности он похожего цвета на сумку. Просто это чехол, который мне понравился больше всего из всех Apple. Вы знаете, да, он поместился по ширине, но он не вошел по высоте. Но это не самое главное, я, честно говоря, не планировала его там носить. Это отделение вместо телефона можно использовать под пудру или под какие-то мелкие аксессуары, или положить туда брелок ключей, чтобы ключи было легко достать и не нужно было их искать в сумке. Как вы видите, сзади у нее больше нет ни одного кармана, сверху у нее нет совершенно никакой ручки. Она очень красиво носится в открытом виде и в закрытом виде. Я знаю, что многие противники того, чтобы носить сумку открытой, но, честно, это смотрится очень-очень стильно. Если вы находитесь в достаточно безопасном месте, на какой-то вечеринке, на дне рождения, где угодно, где чужих людей по минимуму или совсем нет, мне кажется, можно покрасоваться с открытой сумкой. Ну, или хотя бы для фото, она потрясающе смотрится открытая. Но и закрытая она не менее идеальная. Ручка у нее фиксируется в нескольких позициях. У меня она, кажется, на самой длинной, и здесь есть несколько дырочек, как вы видите, то, что я вам говорила. Если, например, закрепить здесь, то вы сможете носить ее именно как сумку на плечо. Я же предпочитаю именно такую длину, она очень универсальна. Я вам обязательно по экрану пущу, как она на мне смотрится, либо на плече, либо через плечо, потому что это именно та сумка, мне кажется, которая поднимает любой образ на совершенно новый уровень. Это как Келли от Hermes, которую я уже сегодня упоминала и которую я все еще надеюсь достать. Да, я все еще работаю над этим. Даже надев такую сумку просто с джинсами, с простыми, с майкой и с какими-то мюлями, или с kitten heel, или просто со шпилькой, ваш образ станет настолько лаконичным, он станет настолько шикарным. Мне кажется, эта сумка, это в принципе отождествление французского шика, французского стиля, вот этого красивого минимализма французского. В ней нет ничего лишнего, но в ней есть все для того, чтобы образ стал идеальным. Она замечательно смотрится с вечерними платьями, она замечательно смотрится с пальто, ее можно сочетать с какими-то летящими платьями летними, летящими юбками. Она будет замечательно смотреться с теплыми материалами, с шерстью, с кашемиром. Также замечательно будет смотреться с шелком или со строгим костюмом. То есть, я, честно говоря, не могу представить ни одного образа, к которому она не подойдет. Это та самая универсальная вещь, если вы у меня спросите, Даш, какую сумку из всех люксовых стоит купить первой, и какая останется на всю жизнь? Я вам отвечу, это CELINE Classic Box, потому что она стоит меньше, чем Шанель, Шанель это тоже очень универсальная сумка, но об этом не сегодня, она стоит в половину меньше, чем Шанель, но она еще более изящная, еще более лаконичная, и именно бренд CELINE для меня это, знаете, если можно так выразиться, это интеллектуальный люкс, то есть этот бренд не кричит о себе, у него нет огромных лейблов, на сумке не написано через всю сумку Гуччи, или CELINE, или опять же Шанель, она очень тихо о себе заявляет, но в то же время очень звонко, то есть аутфит начинает, знаете, если вы меня понимаете, вот так звенеть, настолько он становится законченным с этой сумкой, что я даже не знаю, что еще сказать. Да, если вдруг, опять же, вы покупаете сумку с рук, небольшая еще наводка, где находится у сумки серийный номер, я, честно говоря, чуть не впала в панику, потому что я знала, где искать серийный номер, и я не могла его найти, я думала, боже мой, ну не может быть, чтобы вести R, так лоханулись, простите меня, потому что серийного номера, собственно говоря, не было, но я вычитала, что CELINE периодически меняет расположение серийника, и теперь он находится, я навряд ли смогу это показать на камере, но он находится вот под этим замком, на внутренней вот этой стороне, он выдавлен, раньше серийный номер был в кармашке, отдельным хлястиком выдавленный номер тоже, теперь он находится здесь, имейте в виду, что от года выпуска сумки меняется также место серийного номера. И еще то, что я не сказала, я думаю, при близком рассмотрении вы успели это увидеть, что вот эта самая пряжка золотая, она смотрится поношенной, и вы, наверное, подумали, фу, какую она взяла себе сумку поношенную в плохом состоянии, нет, она изначально продается с такой красивой пожившей пряжкой, это именно стиль этой сумки, легкий, красивый, шикарный налет винтажа, винтажа, винтажа. Да, девочки, пока я не начала говорить про опции, не забываем, что внизу в инфобоксе вы найдете ссылки на все эти сумки, и даже, возможно, больше, а также ссылки на все, что надето на мне в этом видео, поехали с опциями. Да, я постаралась найти максимально похожие варианты, но, как вы понимаете, один в один, естественно, я бы не стала вам ничего давать, потому что это было бы больше похоже на подделку, поэтому я нашла сумки вдохновленные ей, похожие на нее либо по форме, либо по цвету, либо по тому и другому, некоторые опции просто нереальные, поэтому обязательно посмотрите все, я уверена, что вам что-то, да, понравится, и я нашла в разных ценовых категориях на разных сайтах. И начнем мы с вами с Asos. На Asos я нашла две опции. Первая вот такая сумка-гармошка от Ted Baker, она именно розового-пудрового, чуть более насыщенного розового цвета, чем моя CELINE, но все равно цвет очень хороший. Она на цепочке, у нее пряжка располагается чуть ниже, именно даже не пряжка, а вот эта золотая полоска. Сбоку она тоже выполнена как гармошка, и очень-очень нежно она смотрится сбоку, потому что гармошка, каждое ее деление выполнено в разных пастельных цветах, кажется, там есть мятный, серый и желтый, персиковый, не желтый. Еще одна сумочка на сайте Asos, это бренд All Saints, тоже среднеценовой сегмент, и она нежно-бежевого цвета, она похожа на CELINE по форме, она немного более рокерская, у нее есть сверху небольшие такие, не то чтобы шипики, но клепки, и у нее есть два способа вношения, либо вы провздеваете руку вот именно в эту маленькую ручку, либо носите на цепочке через плечо. Кстати, и All Saints, и Tate Baker обалденные оба два классных бренда, которым я полностью доверяю в плане сумок тоже. Далее поговорим про сайт La Moda, и здесь самая крутая опция, которую я нашла. Вот честное слово, если вы или себе не можете позволить, допустим, CELINE Classic Box, я понимаю, что это огромные деньги, либо вы не хотите, скажем так, быть как все, и вы не хотите приобретать какую-то культовую сумку, но вам нравится эта модель, вам нравится, в принципе, как она смотрится, то эта сумка точно для вас. Бренд называется Mirren Pan, и она тоже в пыльно-розовом, чуть более запыленном цвете, и у нее просто потрясающая пряжка необычной формы, с двумя кругами разных цветов, с желтым и с черным. Очень красивая пряжка, очень красивая сумка, смотрится очень и очень изящно, и цена у нее безумно приятная. Эта же сумка есть еще и в голубом, в красивом небесном цвете, кстати, ручка именно у этой сумки очень похожа на ручку у CELINE. Следующая сумка тоже с La Moda, бренда Polo, и она очень похожа по форме, по цвету она такая песочно-бежевая, и она очень и очень бюджетная, у нее совсем низкая цена, да еще и на нее действует скидка. Еще одна похожая сумочка в сером цвете от бренда Trevor, тоже достаточно бюджетная, и с пряжкой со своей другой формы, с серебристой, кстати, а не с золотом. Еще одна опция от бренда Fabretti, тоже с сайта La Moda, стоит она в районе 100 евро, чуть поменьше, и она светлого такого кремового цвета. Еще одна очень похожая по форме, ярко-голубого цвета от бренда FIATO, тоже на сайте La Moda, очень похожая, кажется, я это уже сказала, но у нее очень похожая форма. Еще одна сумка от бренда Baggini или Baggini, если это итальянский бренд, то, наверное, Baggini. Она светло-серого цвета, вместо пряжки, у нее, точнее, пряжка в форме цветка, и у нее очень классные кольца, на которые крепится именно вот эта ручка через плечо, смотрится тоже здорово, если вы любите такие милые вещички, то она точно для вас. Еще одна более среднего ценового сегмента от бренда Carl Lagerfeld, и это нежно-розовая сумка с металлическим элементом, который представляет собой надпись Carl. Тоже очень похожа по форме сумочка, и сделана, выполнена очень интересно. Еще одна сумка, чуть меньше похожа по форме, но мне кажется, именно Vibe похож на сумку от CELINE. Это сумка от бренда EGM, она такого пыльно-розового цвета, у нее есть ручка сверху, и есть ручка через плечо. И еще одна розовая, только замшевая, с ручкой сверху, от бренда Manbour, и это последняя сумка сайта La Moda, дальше переходим к сайту Shopbop. Это уже более высокий ценовой сегмент, но все равно достаточно средний, то есть три и больше раз дешевле, чем именно моя CELINE Classic Box. Первая, это сумка пыльно-розовая от APC, очень похожа по форме, у нее тоже есть своя пряжечка своей формы, она тоже через плечо, она по пропорции чуть шире и чуть ниже, чем CELINE, но все равно очень классная опция. Еще одна чуть меньше, но все равно мне хотелось ее сюда включить, это Kate Spade New York, почти wallet on chain, чуть побольше размером, через плечо по очень приятной цене. И последняя, это тоже практически кошелек на цепочке, тоже маленькая, но все равно в стиле CELINE, как я считаю, и это Tory Burch, тоже в пыльно-розовом цвете, очень красивом. На этом мы вдвоем будем с вами прощаться, и пойду я уже наконец-то срезать эту бирку, и завтра я обязательно возьму ее с собой, потому что я так долго этого ждала. Я правда надеюсь, что вам понравилось это видео, что для вас оно было интересным, познавательным, возможно, вы почерпнули какие-то идеи для аутфитов, или уже решили, какая же будет ваша следующая сумка. И, кстати, не забывайте, что все, что на мне надето, все ссылки будут тоже внизу под видео. Если я не могу найти конкретную эту вещь, я даю какие-то похожие опции, как бюджетные, так и люксовые, поэтому не забывайте проверять инфобокс. На этом я вас крепко обнимаю, нежно целую, и пока-пока, с вами была Даша, до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok